92% жилых домов Самары с отоплением. Работа по подключению к теплоснабжению продолжается. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании с главой города Еленой Лапушкиной. Точечно отрабатывают подачу тепла в объекты соцсферы, школы, детсады, учреждения культуры, спорта и медицины. По здравоохранению из 305 объектов, 301 объекта подключен, 4 у нас остаются в работе. Это два объекта в Советском районе, один в Ленинском и один в Железнодорожном. Процесс подачи тепла контролируют непрерывно. Заседания оперативного штаба проходят ежедневно. Чтобы оценить ситуацию на местах, организуют контрольные объезды по районам. Отчитываются районы, отчитываются управляющие компании, безусловно, ресурсоснабжающие организации. И если есть какое-то непонимание, как у нас бывает, что управляющая компания отчитывается, что дом запущен, а по факту идут жалобы, мы уже выезжаем на место и проверяем, что же на самом деле. В минувшие выходные первый вице-мэр Владимир Василенко проверил, как подключают к отоплению дома и соцобъекты в Кировском районе. Например, в детском саду номер 30 на Карла Маркса 370 тепло уже во всех группах. Сюда ходит более 240 воспитанников. В том числе есть ясельная группа на 30 детей. Средняя температура в группах 24-25, в спальнях на 1-2 градуса меньше. Но вы знаете, что это все соответствует санитарным правилам. На первом этажах в детском саду есть даже теплый пол. На данный момент социальная сфера, включая соцучреждения, на первых этажах жилых домов в Кировском районе с теплом уже на 100%. Из более чем полутора тысяч многоквартирных домов подключить осталось 27. Сейчас показатель по Кировскому району составляет 98,3% многоквартирных домов. Это один из районов, где подачу тепла организовали быстрее всего. А у вас однокомнатная квартира или двух? Трех. То есть в одной комнате не работает? А квартира, если я сейчас здесь работаю, то есть ничего пришло? Ну сейчас надо в данной ситуации пройти по стоякам, потому что это действительно может не идти и все остальное. А так в квартире тепло. Да. После подачи тепла в домах работают сотрудники управляющих компаний, чтобы проверить, нет ли завоздушенности и других проблем. Есть старый жилфонд, пятиэтажки, трехэтажки, где при низком давлении и низких характеристиках теплоносителя движение самого теплоносителя в доме затруднено, ввиду того, что старая система инженерных коммуникаций. Поэтому чуть дальше, когда будет повышение температуры, повышение давления, циркуляция наладится. Контроль организуется во взаимодействии с управляющими организациями, старшими по домам, ведется и по квартирный обход. Очень тепло, очень хорошо. Обычно в октябре дают, а это вот считается в сентябре нам дали. Очень хорошо, большое спасибо. После объезда Владимир Василенко провел оперативное заседание штаба, где обговорили сроки подключения на проблемных участках. Все знаем, вот позиция губернатора, в кратчайшие сроки, и то, что на улице тепло, вот войти в режим ровно отопительного сезона и уже начать работу с 28-29 по горячей линии и отрабатывать дома по стоякам. На этой неделе горячую линию запустили. На нее можно обратиться, чтобы задать волнующие вопросы, связанные с подачей тепла, соответствующие номера телефонов, районных администраций и профильного городского департамента указаны на сайте администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.